Это мои глаза, когда я не заметила, что оставила рюкзак в поезде с документами и всеми деньгами. Всем привет! Сегодня будет довольно необычный выпуск в неплановой про не очень приятную ситуацию, которая произошла со мной в Швейцарии. Около недели назад мы прилетели в Цюрих и добирались из аэропорта к нашим друзьям на поезде. И в этом поезде я оставила свой рюкзак. Мы были очень уставшие, не выспавшиеся, у нас было 4 чемодана, в общем невнимательность, вот это итог один. Там были все документы, 2 паспорта, права, страховка, кэш в валюте вообще в разной, наушники 3 пары, там AirPods Max, маленькие AirPods, проводные, Powerbank, короче дофига всего. И всякие мелочи для перелета, типа там маски для сна. А, еще там были банковские российские карты, были все симки из всех стран. В общем, много всего, самая важная сумка. И по законным правилам этой страны, насколько я знаю, человек, который нашел что-то, должен отнести это в Lost and Found, в потерянные вещи, чтобы это все дело вернули владельцу. Ну и вернуть это должен, соответственно, в полном объеме. Обнаружила я пропажу часа через 3 и сразу заполнила заявку на сайте SPB, описала все вещи, чтобы в случае, если их найдут и что-то подойдет под мое описание, мне это вернули. И параллельно с этим я вспомнила, что AirPods Max отслеживаются. Я открываю локатор на айфоне и вижу, что они находятся в жилом доме в другом городке вообще, там час езды от нас примерно. И это все я тоже добавляю в SPB, всю эту информацию. Мы также позвонили в полицию, но там нам сказали, что сейчас сюда выезжать никто не будет и должны дать человеку шанс, возможность вернуть эту вещь, потому что если он не вернет, то как бы это уже не очень хорошо. Если он вернет, то он добропорядочный гражданин. Я также заблокировала наушники на локаторе айфона, то есть по идее человек, который захочет к ним подключиться, должен прийти номер, по которому можно связаться и надпись вообще, что это пропавшие вещи. Но никто не звонил. И все это время, с самого вечера, я постоянно обновляла локатор и отслеживала, там ли они, или они будут двигаться. На следующий день со всей этой информацией мы пошли писать заявление в полицию. Полицейские здесь очень дружелюбные, располагающие к себе, они действительно как будто хотят помочь, но они ограничены во многих каких-то оперативных действиях, то есть им нужно какие-то разрешения, соглашения и так далее. Например, чтобы посмотреть камеры из поезда, чтобы запросить их, полицейский должен знать конкретный номер поезда, вагона, чтобы запросить какую-то конкретную камеру или две, а не всего поезда. Потому что если запросить камеры со всего поезда, то это охватит уже сотню людей, которые там передвигаются, и их частную жизнь. А это у них как бы выше таких вот мелких преступлений, так скажем. То есть это, наверное, возможно только когда тяжкие какие-то преступления совершаются. И был нюанс, что нашего поезда изначально вообще не было в системе, было сложно понять, как мы вообще ехали, нам еще было сложно вспомнить, и только там через пару дней проанализировала, так скажем, в приложении вагоны. И даже оказалось, что мы сели в первый вагон поезда, а после центрального вокзала он стал последним, потому что поезд поехал в обратном направлении. В общем, были свои нюансы с поиском видео, но вроде как оно все сохранилось, и все передали в полицию. Полицейский в Цюрихе посоветовал не ждать, ехать в этот городок, вызывать там полицию, и вместе с полицейскими ходить по дому, пытаться законнектиться. Он причем сказал, что лучше самим это не делать, потому что люди могут быть агрессивны, и все такое. Где-то в всех домах находятся мои наушники. Три пары. Много денег и паспорта, возможно. Надеюсь. Мы приехали к этому дому, где трекаются, трекались наушники. Походили вокруг, ничего не законнектилось, вызвали полицию. Сказали нам идти в полицейский участок. Мы пришли в участок, там никого не было, было написано объявление, что они на перестрелке, что их не будет. И тут наступил просто первый момент отчаяния. Я думала, что все, что ничего не получится. И это очень видно, потому что я знаю, где они находятся. Но через час, как раз в разгар моей грусти, они пришли, и я в сопровождении четырех полицейских на их BMW X5 поехала к этому дому. Мы стали ходить по этажам, и возле входных дверей просто я пыталась законнектиться, но наушники вообще никак не отображались. На айфоне есть в локаторе кнопочка «Найти рядом», и ее можно нажать, и айфон по принципу горячо-холодно будет показывать, куда идти. И вот он мне все это время говорил «Двигайтесь в другом направлении». И только один проблеск, был какой-то там зеленый кружочек, и было написано, что близко. Но я не придала этому значения, а зря. Еще, кстати, когда мы вот так ходили по этажам, регулярно выходили соседи, выглядывали типа «А что происходит? У вас так много тут? Что за движ?» И я замечала, что они со всеми так дружелюбно хихикают и шутят. И мне почему-то ярко запомнилось несколько человек, там большая семья с детьми, еще одна женщина с ребенком, и одна женщина в красном халате, которая тоже чуть-чуть похихикала, посмотрела и ушла. Ее мы запоминаем. В общем, в итоге ничего мы в доме в этом не нашли. Именно по блютузу ничего не подключилось, видимо, потому что через стену не пробивалось. Не знаю почему. И тут наступил второй момент отчаяния, когда я подумала, что все вот настолько тупо, что вот мы с полицией в доме, где трекаются мои вещи, и мы не можем ничего сделать. Потому что полицейские, опять же, тут имеют урезанное, так скажем, количество прав, если это не какое-то тяжкое преступление. И чтобы проводить досмотр или обыскивать какую-то квартиру, нужно локализовать, в какой именно квартире там трекаются наушники, где они находятся. А этого сделать не получилось. И как только мы с полицией прошлись по дому, наушники перестали трекаться, то есть человек, у которого они лежали дома, видимо, увидел полицию, испугался и что-то с ними сделал. После 20 минут слез и отрицания мы пошли звонить по квартирам сами. И во третьей квартире нам открывает дверь женщина в красном халате. И я спрашиваю, вы не находили рюкзак там в поезде? Она говорит, да, да, это я находила, я вас узнала, я видела ваш паспорт, документы, это очень важно, я все вернула на станцию, можете там забрать, на главной станции в Тюрихе. И тут я начинаю просто, у меня гора с плеч, я думаю, боже, вот какая-то зацепка, все, уже рюкзак на станции. И я говорю, хорошо, а во сколько вы забрали рюкзак с поезда? Она говорит, 6 вечера. Я говорю, а во сколько вы на станцию отнесли? Она говорит, 6 утра. То есть рюкзак всю ночь был у нее. Я говорю, хорошо, а что там было? Она досконально описывает мне все документы, там, маску для сна, какие-то мелочи. И ни слова не говорит про технику, ни про одни из наушников, ни про пауэрбэк, ни про деньги, ни про что. То есть получается, она забрала сумку в 6 вечера, вернула в 6 утра, рюкзак всю ночь был у нее, а наушники еще целый день трекались в ее доме. Совпадение? Не думаю. И в чем подвох? Мы позвонили в полицию, сказали, что все, теперь мы точно знаем квартиру, имя все знаем, все все понимали, но у них все еще не было права просто к ним вламываться. И на обыск или досмотр нужно было все еще разрешение. В этот же вечер, пятница, я забрала свой рюкзак в Lost and Found. Там было все, кроме техники и денег. Всякие мелочи, документы, российские карточки, симки, все это было. Остального не было, то есть кэши и техники. Кстати, в Швейцарии, чтобы забрать потерянную вещь, нужно заплатить 20 франков. То есть у меня украли деньги из забытого рюкзака, и я не могу вернуть свои документы, если у меня как бы нечем заплатить. В общем, странная система, ведь у людей реально могут быть деньги в этом рюкзаке, и вообще непонятно, как это работает. В субботу утром мы пошли дополнить данные, и все выходные я сидела просто в ожидании, что же, что же, что же дальше. Это здание полиции, и там открывается сама дверь. В понедельник я буду дополнять свое заявление о краже. Теперь это кража. В сумме больше 2000 долларов. И, наконец, в понедельник мы пошли в участок к человеку, который ведет непосредственно наше дело, чтобы передать всю эту информацию, узнать новости. И оказалось, что ему уже все передали, и что в субботу в этой квартире прошел обыск или досмотр. Вот не знаю, что именно. И у сына этой женщины нашли на столе AirPods маленький с одним наушником. Мне их вернули, но я нахожусь в вмешательстве, и не понимаю, у них, типа, это обыск, прям обыск, когда все вверху нам переворачивают, или это просто досмотр, типа, что наверху лежит, то и возьмем. Потому что куда тогда делся второй наушник? В общем, вопросов было больше, чем ответов. И я с этим всем делом пошла домой. Итак, что мы имеем? Один наушник без чехла. Получается, что все то время, что я просто гневалась на этот мир и на полицию, они обыскивали. Могли бы и сказать вообще-то. Дома я решила подключить эти наушники, но они не подключались. И тогда я их сбросила и подключила как бы заново к айфону. И они подключились как бы абсолютно вообще не мои наушники, чужие, с другим именем, с другим серийным номером. Я пробила этот серийный номер. Это серийный номер вообще наушников второго поколения, у меня первого поколения. В общем, выяснилось, что AirPods к айфону подключаются по серийному номеру кейса, от которого сам наушник именно. Так я узнала, что в моем кейсе с правильным серийным номером лежит не мой наушник. Я написала об этом следователю и на следующий день привезла в участок, собственно, этот наушник. Его забрали как очередное доказательство, улику. В общем, остался у меня только кейс от маленьких AirPods из моих вещей. Дальше, как сказал полицейский, они будут собирать все данные, общаться с этой семьей, смотреть камеры, искать всякие доказательства и передавать дело в суд. Дальше судья уже будет решать, кто виновен, кто не виновен, какое наказание, будет ли, и дальше там, возможно, апелляция. И самое грустное, что с этого момента, вот как я отнесла наушники, я уже больше не могу узнать никаких нюансов. То есть мне даже не скажут, что там по камерам, мне не скажут, что там сказал этот мальчик, сын этой женщины, у которого нашли наушники. Мне ничего этого не скажут, потому что тайны следствия, все дела. И обо всем я узнаю уже по почте письмом, который придет в Москву. Еще сказали, что если какие-то мои вещи найдутся, их сохранят или как-то вернут, что со мной свяжутся, мне не надо переживать. Но сказали в целом не надеяться, особенно насчет денег, потому что номеров, банкнот у меня, естественно, не было. То есть никак идентифицировать, что это конкретно мои деньги, наверное, не получится. И единственная зацепка была, что у меня там было 5000 рублей и 5 лир. То есть деньги не свойственные для Европы, в принципе. Так что вам на заметку. Переписывайте номера в банкнот или кладите какую-то необычную валюцию. Такие дела. Теперь я просто надеюсь на лучшее и пытаюсь как-то отпустить эту ситуацию. Но, конечно, она неприятная. Так что высыпайтесь, будьте внимательны, чтобы не оставлять, как я, рюкзаки в транспорте. Чао!